Актуальность и информационный шум Представьте себе зал, полный почтенных дам и господ. Оратор, размахивая руками и сверкая очками, явно собирается вот-вот изречь нечто настолько мудрое, что бессомненно откроет всем глаза на суть этого блестящего собрания. Как говорил великий Платон, произносит оратор с пафосом, Муза не признает величия и славу, но дает, сколько сама захочет, кому ей угодно. Публика с умным видом слушает, кивает и соглашается с каждым словом, как если бы в этой цитате скрывалось ключевое объяснение темы, о которой докладчик собирался говорить. Но дело в том, что тема-то его доклада о целесообразности применения новых методов в овощеводстве. С какой стати тут вдруг Платон с его музами? Да, цитата великолепная, может, даже и глубокая, но что она имеет общего с картофельными полями и орошением? Но никто и не думает задавать вопросы. Публика завороженно кивает, изображая интеллектуальное восхищение, как будто каждому из них вдруг открылось нечто важное. Ведь признаться честно, кто из них рискнет выглядеть невеждой и признать, что не понимает, о чем речь? Итак, оратор продолжает свое выступление, все глубже уходя в дебри философии. А зрители, ни на миг не сомневаясь в своей просвещенности, сидят с умным видом и, вполне возможно, уже думают о том, как сами будут использовать эту мудрость на ближайшем светском рауте в овощехранилище. А оратор тем временем завершает свое выступление, гордый такой, уверен, что он своей блестящей цитатой осветил важнейшую тему и оставил аудиторию в благоговейном трепете. И все уходят, довольные. Каждый уверен, что был свидетелем чего-то великого. Хотя никто так и не понял, что общего между музами Платона и темой, ради которой все собрались. И вот так, уважаемый читатель, проходят многие общественные дискуссии. Мудрствование на показ, а понимание – это уж как карта ляжет. В современном мире, где информация распространяется с невероятной скоростью, действительно возникает проблема с тем, как различать актуальное и неактуальное. В условиях информационных перегрузок актуальность становится критическим аспектом. Когда факты, хотя и точные, не имеют отношения к текущему контексту, они могут сбивать с толпу, отвлекать внимание от действительно важных аспектов и создавать ложное впечатление о сути вопроса. Такая неактуальная информация действует как шум, затрудняющий восприятие истинных посланий и делающий процесс принятия решений более сложным. Вместо того, чтобы способствовать пониманию, шум усиливает путаницу и создает искажения в восприятии реальности. Таким образом, проблема заключается не только в том, чтобы распространять правильные факты, но и в том, чтобы убедиться, что они актуальны и гармонично вписываются в контекст обсуждаемой темы. Актуальность и информационный шум – два противоположных полюса, с которыми сталкивается бизнес в условиях огромного потока данных. Важно не только уметь различать между собой эти два явления, но эффективно применять как логику, так и интуицию. Актуальность информации определяется ее способностью отвечать на конкретные вопросы, актуальные для принятия решений. Логика здесь играет ключевую роль. Она помогает структурировать данные, выделять значимые факты и отсеивать ненужное. Логические инструменты, такие как анализ причинно-следственных связей, статистические методы, позволяют не только выявлять актуальную информацию, но и прогнозировать возможные последствия решений. Информационный шум напротив представляет собой все то, что не имеет прямого отношения к делу, но может отвлекать и запутывать. Это могут быть устаревшие данные, второстепенные факты или просто избыточная информация. Здесь интуиция вступает на первый план. Она позволяет быстро оценить поток информации, инстинктивно отсеять все ненужное, даже если логика еще не успела завершить анализ. В бизнесе, где время часто играет решающую роль, успешные лидеры умеют балансировать между логикой и интуицией. Логика помогает детально анализировать ситуацию и разрабатывать стратегические планы, в то время как интуиция позволяет быстро принимать решения в условиях неопределенности и отсекать информационный шум, ориентируясь на скрытые, но значимые паттерны. Например, в ситуациях, когда необходимо быстро оценить риски нового проекта, логический анализ финансовых показателей и рыночных трендов дает ясную картину. Однако интуиция может подсказать, что несмотря на все позитивные прогнозы, есть нечто неуловимое, что делает проект рискованным. Это интуитивное чувство может основываться на предыдущем опыте, на знании тонкостей рынка или даже на наблюдении за поведением партнеров. Актуальность – это то, что позволяет держаться на плаву в океане информации. Информационный шум – это волны, которые могут опрокинуть и затянуть в пучину, а умение использовать логику и интуицию как компас помогает не только держаться верного курса, но и найти самые кратчайшие пути к успеху, избегая ловушек и тупиков, которые часто таятся в потоке информационного шума. Давайте рассмотрим влияние неактуальной информации в различных сферах, таких как политика, общественная жизнь, да даже личные отношения. Политики нередко перегружают общественность данными и статистикой. Эти данные хоть и верны, по сути, но могут не иметь прямого отношения к решению текущих проблем, отвлекая внимание от важных вопросов и ведя бессмысленным решением и бесплодным дебатом в социальных взаимодействиях. Избыток неактуальной информации также может разрушать, а не строить мосты между людьми. Примером может служить ситуация, когда во время беседы кто-то начинает говорить о теме, не связанной с основным предметом разговора, что приводит к разделению, а не к конструктивному диалогу. Аналогичные проблемы встречаются и в личных отношениях, где переполненные несущественными деталями беседы могут уйти в сторону от главной темы, упуская суть обсуждаемых проблем. Когда преднамеренно нерелевантное замещает важное, это становится тревожным сигналом. Такие действия часто приводят к вредным последствиям и являются частью более глубокой проблемы. Эту тактику широко используют мошенники, неэтичные политики и лжепророки, создавая неблагоприятный фон в современном обществе. Ну, рассмотрим мошенников, пастеров в искусстве отвлечения внимания. Они заливают своих жертв ненужными подробностями и нерелевантной информацией, чтобы скрыть свои истинные намерения, обмануть. Например, в онлайн-мошенничестве может быть выдумана сложная история о, скажем, мнимой лотерее или высокодоходных инвестициях, прикрывая ложь слоями привлекательной, но несущественной информации. В политике неэтичный лидер может засыпать средства массовой информации тривиальными историями или мелкими проблемами, чтобы отвлечь общественность от своих недочетов или сомнительных действий. Это ведет к тому, что население становится жертвой дезинформации, сосредотачиваясь на мелочах, в то время как серьезные проблемы остаются без внимания. То же самое происходит с лжепророками, которые используют вырванные из контекста или неверно истолкованные части Святого Писания для манипулирования своими последователями. Вместо того, чтобы способствовать просвещению и пониманию, они применяют отвлеченные инструменты для контроля и введения в заблуждение, создавая диссонанс вместо гармонии. Еще более тревожным является сценарием, когда люди действительно не могут отличить релевантную и нерелевантную информацию. Они пытаются найти точные факты, но спотыкаются, пытаясь поместить их в соответствующий контекст. Мир знаний, обширный, сложный, становится лабиринтом, которым они теряются, не сопоставляя факты с соответствующим контекстом. Люди могут столкнуться с точными научными исследованиями о том, что определенный тип диеты полезен для определенного состояния здоровья. Тем не менее, если они будут применять эту диету без учета соответствующего контекста, а именно их собственной уникальной ситуации со здоровьем, они рискуют принять ошибочные решения, которые могут пагубно повлиять на их состояние здоровья. Аналогичным образом в сфере образования студент может запомнить множество фактов для экзамена, но с трудом прибедить эти знания в более широком или другом контексте, что делает информацию по сути нерелевантной. Это подчеркивает важность не только приобретения знаний, но и понимание их контекста и актуальности для получения значимых выводов и действий. В науке примером неуместной информации может быть отбор данных для поддержания какой-нибудь предвзятой гипотезы, игнорируя другие важные данные, которые могут ей противоречить. Такое неправильное избирательное применение соответствующих данных может привести к предвзятым выводам, что потенциально повлияет на развитие научных знаний. Другой пример можно наблюдать в публичной интерпретации научных результатов. Часто результаты того или иного исследования вырываются из академического контекста и широко применяются или раздуваются средствами массовой информации. Например, исследование, показывающее корреляцию между двумя переменами в определенных условиях, может быть представлено как причинно-следственная связь, вводя общественные заблуждения и заставляю делать выводы, которые не подтверждаются данными. Здесь правильная информация становится неактуальной, если ее вырвать из конкретного научного контекста и применять без разбора. Борьба с сложными фактами, хотя является сложной задачей, все же в некоторой степени неосуществимо, поскольку наличие конкретных доказательств может их опровергнуть. Однако продемонстрировать невелевантность определенной информации оказывается значительно сложнее. Чтобы убедить кого-то в том, что часть информации, хотя и правдиво, неприменима к конкретному контексту, требуется тонкое понимание этого контекста и способность эффективно передавать его. Зал суда является ярким примером такой дилеммы, когда определение значимости доказательств часто остается на усмотрении судей. Юридический контекст изобилует заменой важной информации нерелевантной. Юристы могут фокусировать внимание на аспектах, которые, хотя и верны с технической точки зрения, не имеют прямого влияния на рассматриваемое дело. Например, во время суда адвокат может сосредоточиться на похвальном прошлом поведении своего клиента или его личных трудностях. Хотя эти факты поддаются проверке, они могут не иметь отношения к тому, совершил ли обвиняемое рассматриваемое преступление. Таким образом, нерелевантная информация может отвлечь внимание от главного вопроса, затуманивая осуждение, усложняя путь к справедливому вердикту. Дополним обсуждение примерами из юридической практики. Возьмем для примера гражданский процесс, где одна сторона подает иск против другой за нарушение контракта. Защита может привести в доказательство историю предыдущих судебных разбирательств ИСЦА, которые не связаны с текущим делом, чтобы поставить подсомление его надежность. Несмотря на то, что эти предыдущие дела основаны на фактах, они могут не иметь прямого отношения к нарушению контракта в данном случае, создавая лишь ненужные отвлечения и запутывая ситуацию. В другом случае, в рамках патентного спора одна из сторон может представить обширные научные данные, чтобы подкрепить свои аргументы, однако представленные данные могут касаться другой технологии, которая лишь отдаленно похожа на обсуждаемого. Несмотря на точность этих данных, их актуальность для конкретного патента может быть незначительной или полностью отсутствовать. Такой подход приводит к отвлечению внимания, создавая иллюзию убедительности аргументов и отводя фокус от основного вопроса. Эти примеры подчеркивают распространенную практику использования информации, не имеющей прямого отношения к делу, что может привести к смешению и замешательству в ходе судебных процессов. Для лучшего понимания рассмотрим пример из судебной практики, где была заметна явная неуместность аргументов. В знаменитом деле о клевете «Салливан против Нью-Йорк Таймс» 1964 года Салливан, который занимал пост комиссара общественной безопасности Алабамы, утверждал, что газета опубликовала статью с неточностями о действиях полиции во время протестов. Хотя эти неточности действительно были допущены, Верховный суд США решил, что они не имели значения для дела о дефамации. Поскольку Салливан был общественной фигурой, суд пришел к выводу, что ошибки в статье не подпадают под категорию настоящего злого умысла очернения истца. Таким образом, несмотря на наличие ошибок, ключевой вопрос об очернении истца, дефамации, остался не затронут. Еще одним интересным примером является судебный процесс по делу Симпсона, где защита подняла вопрос о расизме в полицейском управлении Лос-Анджелеса. Хотя это вызывало серьезную реальную озабоченность, его отношение к фактическим обвинениям в убийстве, выдвинутым против него, было сомнительным. Введение этой, по большому счету, несущественной темы, возможно, отвлекло внимание присяжных от основных доказательств по делу. Эти примеры иллюстрируют, как нерелевантная информация, даже если она фактически верна, может развлекать и оказывать значительное влияние на исход дела. Борьба с нерелевантностью представляет собой сложную задачу из-за тесной взаимосвязи различных аспектов реальности в зависимости от контекста. То, что изначально кажется неуместным, может внезапно обрести актуальность. Эта переменчивость значимости одна из удивительных черт нашего, мягко говоря, разнообразного мира. Рассмотрим бизнес-сектор, в процессе стратегического планирования компания анализирует множество факторов, чтобы определить направление своих действий. Иногда, казалось бы, незначительные на первый взгляд вещи могут приобрести важность. Например, тенденции в социальных сетях, которые для производителя тяжелой техники кажутся несущественными, могут вдруг стать критическими. Если негативный отзыв о продукции станет вирусным и повлияет на репутацию компании, в сфере науки исследователь, занимающийся изучением поведения муравьев, может не учитывать погодные условия, считая их несущественными, однако изменение погоды может кардинально повлиять на поведение насекомых, делая этот фактор весьма значимым. В личной жизни человек может игнорировать совет друга, установить приложение для медитации, считая это нерелевантным для своего занятого образа жизни, однако при возрастании уровня стресса это приложение может оказаться ценным инструментом для снижения стресса и улучшения общего самочувствия. Эти примеры подчеркивают, как переменчиво может быть актуальность разных аспектов в зависимости от контекста и перспективы. При отделении релевантной информации от нерелевантной полезно следовать нескольким ориентирам. В первую очередь задайте себе вопрос, имеет ли информация прямое отношение к основной проблеме или исследуемой теме. Если ответ отрицательный, вероятно, эта информация не актуальна. Далее оцените, способствует ли предоставленная информация более глубокому пониманию обсуждаемой темы. Релевантная информация обычно обогащает понимание, позволяя углубиться в детали. Если же информация не расширяет ваше понимание или не проясняет ситуацию, ее значимость под вопросом. Также важно рассмотреть практическое применение информации. Может ли она помочь в принятии обоснованных решений? Релевантная информация часто направляет к более осмысленному выбору. Наконец, учитывайте достоверность и уместность источника информации. Даже точные данные могут потерять свою релевантность, если источник ненадежен или не подходит по контексту. Подумайте о том, какие последствия могут возникнуть, если игнорировать определенную информацию. Будет ли это радикально изменять ваше понимание ситуации? Если да, то эта информация вероятно имеет значительную ценность. В противоположном случае, если отсутствие информации не влияет на ваше понимание или результаты, она, возможно, не является существенной. Использование этих вопросов может помочь различать важное от второстепенного, тем самым улучшая процесс понимания и принятия решений. Актуальность играет ключевую роль в определении приоритетов. Она служит своеобразным маяком, освещающим путь к наиболее важным целям. Чем выше актуальность идеи или задачи, тем больше вероятность, что она займет важное место в вашем списке приоритетов. Эти принципы направляют наш выбор, концентрируя внимание и ресурсы на действительно значимых вопросах. Соответствующие задачи, скорее всего, привлекут наше внимание, побудут к действиям и, следовательно, получат более высокий приоритет. Однако проникновение нерелевантной информации создает препятствие для корректного формирования теорий и установления приоритетов. Несущественные факторы откликают наше внимание, отводя нас от настоящих целей. Такие элементы, хоть и могут быть привлекательны, не вносят значимого вклада в достижение наших целей и часто являются лишь отвлекающими. По мере того, как мы углубляемся во второстепенное, наша способность эффективно расставлять приоритеты уменьшается, что ставит под угрозу целостность нашего стратегического мышления. Очень важно уметь отсеивать ненужное, чтобы наше внимание оставалось сосредоточенным на существенных вопросах. Для лучшего понимания того, как нерелевантная информация может стать препятствием, рассмотрим несколько примеров. Возьмем бизнес-лидера, задачей которого является стимулирование роста своей компании. Если этот лидер поддается влиянию нерелевантных факторов, таких как личные предубеждения, предубеждения, необоснованные слухи или устаревшие практики, это может исказить процесс установления приоритетов. В результате компания может перераспределить ресурсы из ключевых для роста областей, направления которые не имеют значительного влияния на успех организации. В другом случае рассмотрим студента, готовящегося к важному экзамену. Эффективная стратегия включает в себя приоритизацию изучения ключевых тем, которые будут на экзамене. Однако если студент отвлекается на нерелевантную информацию, например, на предметы, не входящие в экзаменационные требования, или время преподавождения в социальных сетях, это может неправильно распределить его учебное время. Таким образом, подготовка к экзамену может оказаться недостаточной, что отражает отрицательное воздействие неправильной расстановки приоритетов. Тонкости, искажения, релевантности и установления приоритетов часто ускользают от внимания, делая их распознавание и понимание сложным заданием. Эти искажения проникают в различные сферы жизни, включая социально-политический дискурс, научные исследования и личные взаимодействия. На первый взгляд кажется, что все в порядке. Факты точны, слова кажутся уместными, однако при более тщательном анализе можно обнаружить, что некоторая информация не несет существенной ценности. Осознание этого может ощущаться как изоляция. Может возникнуть вопрос, разве я один это вижу? Это осознание является ключевым элементом критического мышления, которое выходит за рамки простого факт-чекинга, проверки фактов. Критическое мышление требует не только подтверждения правдивости информации, но и оценки ее релевантности, соответствия и правильности установления приоритетов. Владение этими навыками является ключевым для выявления скрытых несоответствий, которые часто маскируются в повседневных беседах и дебатах. Оценка обоснованности приоритетов является сложной задачей, требующей применения практических стратегий. Одна из таких стратегий это анализ воздействия и усилий. Метод, который предлагает ранжировать задачи по степени их влияния необходимых усилий, предпочтение отдается задачам, оказывающим большое воздействие при минимальных усилиях. Другой полезный инструмент так называемая матрица Эйзенхауэра, который классифицирует задачи на основе их срочности и важности помогая определить на что стоит сосредоточиться в первую очередь. Определение релевантности и правильная расстановка приоритетов это навыки, которые требуют осознанной практики и четкого понимания своих целей. Развитие способности отличать существенное от незначительного и регулярное применение таких методов как анализ воздействия усилий или матрица Эйзенхауэра могут значительно улучшить вашу способность к эффективной расстановке приоритетов. В заключение важно отметить, что успех в любом деле во многом зависит от способности сочетать логику и интуицию в процессе принятия решений. Логика обеспечивает структурированный обоснованный подход, позволяя анализировать факты, оценивать данные, выстраивать последовательные аргументы. Она помогает нам отделять существенное от несущественного, формировать приоритеты на основе рационального анализа и находить наилучшие решения для достижения поставленных целей. Однако логика при всей ее важности не всегда способна охватить всю сложность и многогранность жизни. Здесь на помощь приходит интуиция, тонкий внутренний голос, который основывается на накопленном опыте и глубоком понимании, зачастую лежащем за пределами сознательного мышления. Интуиция помогает нам воспринимать ситуации в их целостности, мгновенно находить решения в условиях неопределенности и быстро реагировать на изменения. Комбинирование логики и интуиции позволяет принимать более сбалансированные и эффективные решения, логика помогает выстроить основу, структуру и план действий, а интуиция добавляет гибкость, творческий подход и способность адаптироваться к неожиданным обстоятельствам. Вместе они образуют незаменимый инструмент, который помогает не только выявлять истинные приоритеты, но и делать это с уверенностью и ясностью. В современном мире, где информация зачастую перегружена и противоречива, навык сочетания логики и интуиции становится особенно ценным. Он позволяет не только расставлять приоритеты в работе, и личной жизни, но и сохранять целостность мышления, не теряя связи с реальными целями, задачами. В конечном итоге это ведет к более осознанным, продуманным и успешным действиям, которые направляют нас к достижению настоящего успеха и внутренней гармонии. м с м м м м м м Редактор субтитров А.Семкин